Двое украинских пилотов находятся в США и проходят оценку, чтобы определить сколько времени может понадобиться, чтобы управлять боевыми самолетами, включая F-16. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух чиновников Конгресса и высокопоставленного чиновника США. Вместе с тем решения по передаче Украине боевой авиации пока нет. По словам собеседников издания, украинские пилоты проходят оценку на тренажерах на военной базе в Тусоне, штат Аризона, и вскоре к ним могут присоединиться и другие их коллеги. Отмечается, что в США одобрили отправку еще 10 пилотов для дальнейшей оценки навыков уже в этом месяце. Таким образом хотят оценить подготовку украинских пилотов и определить сколько времени может занимать соответствующая программа обучения. Программа направлена на оценку их способностей как пилотов, чтобы мы могли лучше посоветовать им, как использовать возможности, которые они имеют и мы им предоставили, сказал один из собеседников. В то же время подчеркивают, что это еще не учебная программа, украинцы не будут управлять самолетами во время пребывания в США. Заместитель министра обороны США Колин Каль заявил Комитету палаты представителей по делам вооруженных сил, что США пока не принимали решение о предоставлении F-16. Он также сказал, что США не начали обучение на F-16 и что сроки поставки F-16 по сути такие же, как и график обучения, примерно 18 месяцев. Поэтому вы фактически не сэкономите себе время, начав обучение на ранней стадии нашей оценки. И поскольку мы не приняли решение о предоставлении F-16, так же как наши союзники и партнеры, нет смысла начинать обучать их на системе, которую они, возможно, никогда не получат, сказал Колин Каль. Другие официальные лица по вопросам обороны США заявили, что обучение пилотов может быть сокращено до 6-9 месяцев, в зависимости от предварительной подготовки пилотов и знаний об истребителях. По словам американских и западных официальных лиц, Украина сообщила, что имеет до 20 пилотов, готовых отправиться в США для обучения на F-16. Еще около 30 пилотов могут пройти подготовку в ближайшее время. Отвечая на вопрос об оценке двух украинских летчиков, представитель оборонного ведомства назвал это ознакомлением. Это рутинная деятельность в рамках нашего межвоенного диалога с Украиной. Ознакомительная мера – это, по сути, обсуждение между персоналом ВВС и наблюдение за тем, как работают воздушные силы США. Эта мера позволяет нам лучше помочь украинским пилотам стать более эффективными пилотами и лучше посоветовать им, как развивать собственные способности, сказал один из собеседников. Также отметим. Во время выступления перед Комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил Колин Каль сказал, что украинские чиновники попросили у США 128 самолетов, F-15, F-16 и F-18. Каль сказал, что по оценкам ВВС США, Украине в конечном итоге понадобится от 50 до 80 F-16, чтобы заменить свои нынешние истребители. Если США предоставят новые самолеты, то на их доставку в Украину понадобится от 3 до 6 лет, и с несколько более коротким сроком от 18 до 24 месяцев, если США отправят отремонтированные старые модели F-16. Спасибо за просмотр. Слава Украине и нашим воинам.